Еще недавно Тельман Иманов был студентом Рязанского педагогического колледжа. После завершения учебы парень переехал в Уссурейск, где и получил повестку из военкомата. По словам молодого человека, известие его не напугало. В армии уже служили его отец и братья. Призывник не исключает возможность построить карьеру военного и поступить после срочной службы в Рязанское воздушно-десантное училище. Я, наверное, хочу сначала попробовать. После того, как попробую, уже с этого буду отталкиваться и понимать дальше. То есть, подходит мне это, не подходит. Сейчас я могу сказать все, что угодно, а по факту я пока не знаю. Чтобы попасть в армию, нужно пройти ряд процедур. На медицинской проверке новобранцы получают категорию годности к военной службе. Кого-то здесь могут признать ограниченно годным, а то и вовсе комиссовать. Кроме врачей, призывников ждут тесты на профессиональный отбор и снятие отпечатков пальцев. Данная процедура является обязательной. В период прохождения медицинской комиссии призывники попадают все в одну большую учетную базу после прохождения дактилоскопии. Сможет ли призывник попасть в тот род войск, о котором мечтал с детства? На срочной службе скорее нет. Однако шансы могут быть большими у тех, кто имеет армейскую подготовку в ДОСААФе, спортивные достижения и кому будет сопутствовать счастливый случай. Все зависит от состояния здоровья и проведения профотбора. Опять же, мы предварительно предназначаем команды. После этого мы везем их на призывный пункт, где они проходят медицинское свидетельствование. Там по состоянию здоровья распределяется по командам. Согласно информации Министерства обороны, военнослужащие по призыву не будут принимать участие в зоне специальной военной операции. В основном наши земляки будут нести службу в частях Восточного военного округа. Вы армия готовы? Да. Это согласно решению призывной комиссии, вы призываете среди вооруженных сил Российской Федерации. Вам разрешат 30 ноября в 7 часов утра прибыть на Галиния 52, 6 кабинет для оправки в войска. Вопросы есть члены призывной комиссии? Нет. Призваны. Всего за два месяца в округе планируется набрать 140 призывников. Первая партия из 20 уже направилась к краевой сборный пункт, где после распределения новобранцы отправятся к местам несения службы. Евгений Михайлов, Лорион Николаев, Роман Адонин, Телемикс.